Если говорить об общей структуре портфеля в валюте, дело специально с развесовкой. 70% средств инвестируется в валюте, 30% инвестируется в рублях. Это разбитка в валютном отношении. Если говорить о том, каким образом распределяются внутри данной структуры активы, то они разбиваются консервативные и защитные. Очень важно понимать разницу консервативные инструменты и защитные. Еще раз акцентировано это внимание. Есть инструменты консервативные. Консервативным инструментом это те, которые фактически вам не обеспечивают доходности. Это те инструменты, в которых у вас находятся патроны, которыми вы будете стрелять. Это кэш, кэш эквиваленс. Это менее волатильные какие-то инструменты. Инструменты, медленно растущие, слабо падающие на коррекциях или имеющие отрицательную корреляцию, которые взаимно друг друга уравновешивают. То есть, если вы покупаете в портфеле золото и доллар, то вы должны понимать, если у нас глобально доллар слабее, то золото укрепляется. Если наоборот у нас происходит, что укрепляется доллар, то золото будет терять в цене. Это значит, что направление движения активов обратно противоположное, обратно пропорциональное движению своего обратно волатильного собрата. Поэтому это некие такие консервативные инструменты. Второе – это защитные инструменты. Что значит защитные инструменты? Мы в какой-то степени серьезно начали смотреть на вопросы риск-менеджмента, начали согласовывать сделки, согласовывать фундаментальные показатели, смотреть более глубоко на компании с тем, чтобы понимать, что мы сейчас не спекулируем. То есть, значительное использование инструментов с ревериджем мы их ограничиваем. То есть, мы не берем на плечи. Если мы используем фьючерсные контракты, то они всегда у нас прикрываются основным инвестиционным портфелем. Если мы открываем фьючерс, то мы всегда его прикрываем дополнительной суммой наличных денег. И поэтому, когда мы говорим про защитные инструменты, то в чем сводится механизм защиты? В чем заключается суть? Что основная базовая стратегия заключается в том, что мы понимаем, что сама экономика глобальная будет заваливаться. Причина, опять-таки, уже известна. Я повторяться об этом не хочу. И задача, ключевая стратегия состоит в том, чтобы в период, когда все упадет, нам максимально сохранить покупательскую способность своих денег. Когда реальная экономика начнет реагировать на вот это все, когда реальное производство начнет замедляться, никто и никогда не знает. Поэтому в такой ситуации нужно половину денег иметь в консервативных инструментах. И у нас задача в этом случае не заключается в том, чтобы эта часть вообще давала какой-либо доход. Вот просто забудьте. То есть поймите одну простую вещь. Там 50% капитала, чем старше, тем эта доля должна быть больше, тем моложе, тем эта доля должна быть меньше. То есть я говорю, опять-таки, о среднем неком показателе. То есть если вы молодой инвестор, если он 20-25, доля консервативных у вас меньше. Если у вас возраст 45-55-60 лет, то у вас доля консервативных инструментов должна быть больше. То есть консервативные инструменты и не требуйте от них какой-либо доходности от слова вообще. В консервативных инструментах высокая доля кэша. Причем вы обратите внимание, что это кэш может просто лежать дома в сейфе. Купите хороший, внеупорный, непромокаемый сейф, чтобы у вас там лежали наличные рубли и доллары. Почему это важно? То есть инструменты консервативные сейчас фактически не предоставляют доходности. Потому что из-за того, что происходят меры стимулирования экономик и процентные ставки находятся на около нулевых значениях, то в этом случае у нас проблема в том, что, допустим, доллары разместить консервативно со сколь-нибудь приемлемой нормой доходности не представляется возможным. От слова вообще. Вы покупаете десятилетние облигации США с доходностью 0,5%. При этом вы должны заплатить спред на покупку, спред на продажу, комиссию за покупку и еще депозитарное хранение. То есть вы просто на издержках потеряете всю доходность. Плюс дополнительным фактором вы имеете риск того, что если начнется какая-то коррекция, эти облигации потеряют в цене. Поэтому 50% денег находится в таких инструментах, где они просто лежат, пускай не зарабатывают. Но когда активы будут распродаваться со скидками 40-50%, ребята, вы просто это купите. То есть те же самые дивидендные истории, которые можно будет купить на коррекциях. А мы опять-таки знаем, что сейчас на рынке очень много толпы. Посмотрите, как открываются счета на американском рынке. Посмотрите, как открываются инвестиционные счета в России. Что люди бегут и открывают. То есть вот эта вся толпа, она приходит туда, где они просто начнут сейчас по вот этим вот кругам ада ходить. Где они будут усредняться, где они будут покупать различные трэши, где они купят и тут же получат убыток. То есть как это работает, я там могу вот собственный пример привести. Если вы его не помнили, я в «Тройке диалог» работал. 2009 год пришел клиент. Клиент на самом деле достаточно известный в Воронеже. То есть человек, который свой бизнес, частный бизнес начинал там в 80-90-х годах. Очень спокойный человек, но он начал работу, соответственно, в 2009 году. Завел сумму там порядка миллиона долларов на попробовать. Начали непосредственно работать. Сформировали ему в январь, феврале 2009 года хороший инвестиционный портфель. То есть там и Сбербанк, был и Газпром, по очень привлекательным ценам купленный ВТБ. Через один месяц он говорит, Максим, а что такое продажа без покрытия? Вот все говорят продажа без покрытия, продажа без покрытия. Или что такое шорт? Я ему объяснил, что такое шорт. Он говорит, слушай, прикольно. Я хочу. Я говорю, вы находитесь на таком тарифе, на котором эта операция недоступна, невозможна. Он говорит, ну переведи меня на другой тариф. Я говорю, ну тогда вы будете самостоятельно торговать. Ну переведи, пускай будет. Окей, перевели там. Я хотя был против этого, но перевели. Человек начал активно торговать. После этого он задает вопрос еще через два месяца. Слушай, а вот как бы мне побольше денег взять заемных? Потому что по умолчанию маржинальный счет один к одному. То есть вы на 1 рубль собственных денег можете 1 рубль открыть позицию на заемные деньги или в лонг или в шорт. Соответственно, если у вас есть статус Пура, коэффициент с повышенным уровнем риска, то в этом случае вы можете брать плечо один к трем. И на 1 рубль собственных денег открывать позицию на 3 рубля. Он говорит, присвоим статус. Я говорю, вы понимаете, что это риски. То есть, что пока рынок идет в вашем направлении, вы получаете доходность в 3 раза выше. Но если рынок пойдет против вас, то вы, соответственно, убыток получите в 3 раза больше. Да ладно, я этим пользоваться не буду. Пускай у меня это непосредственно будет. Как возможность? Открыли, через 1 месяц человек начал бешеные объемы торгов проводить. То есть у него обороты доходили до миллиарда рублей в месяц, даже 2 миллиардов рублей в месяц. Там была повышенная брокерская комиссия, потому что оборотная там была повышенная брокерская комиссия, потому что он торговал с плечами. И в конечном счете он по итогам 2009 года заработал доходность 100 процентов и был очень этому горд. Хотя если бы он вообще ничего не делал, а просто купил акции, сформированные инвестиционные портфели, он бы у него вырос в 3 раза. К чему я это говорю? Я говорю это к тому, что тогда это были какие-то единичные случаи, это были состоятельные люди. Сейчас, в настоящий момент, мы видим вот эту тенденцию, что идет очень много профессиональных, некомпетентных людей в данное направление. Сейчас они покупают какие-то более понятные инструменты, то есть индивидуальный инвестиционный счет, покупка облигаций федерального займа. Но дело в том, что они начинают попадать в сферу… Это опять-таки, ребята, это касается не только России, это касается Америки, в том числе и Европы. Они попадают в сферу воздействия инвестиционных домов, то есть консультантов, которые продают. Соответственно, эти консультанты сначала могут продать консервативные инструменты, но в консервативных инструментах невозможно получить доходность. То есть не дают они положительную доходность к инфляции, просто не дают. Поэтому, соответственно, люди начинают смотреть в какие-то более рисковые инструменты. И они в любом случае начинают обращать свой взор в два направления. Или они идут в облигации с высоким риском, с низким кредитным качеством, в погоне за прибылью. То есть в Америке это называются мусорные облигации неинвестиционного качества, чтобы хоть какой-то доход получить. Или чтобы получить положительный доход. В Европе они покупают облигации Италии, Испании, Греции, которые хоть какую-то положительную доходность дают. Или тоже, соответственно, увеличивают риск, покупают какой-то откровенный трэш при дефолтной компании. Или второе направление, куда они начинают двигаться? Они начинают двигаться в направлении акций. А в акциях, соответственно, здесь у нас есть и шорт, и леверидж, и привлекательность этого левериджа. Если стоимость по левериджу в России составляет сейчас от 10 до 20 процентов у брокеров, то в Америке этот показатель составляет на уровне полутора процентов. То есть, если вы можете на каждый 1 доллар использовать 1 доллар заемных средств и за это заплатить всего лишь полтора процента. Конечно же это тоже является дополнительным стимулом жадности. Посмотреть, компания упала на 90 процентов, я сейчас с плечом ее куплю и все у меня будет хорошо. Ребят, капкан захлопнулся. Вот компания, которая упала на 90 процентов, вот сейчас я ее куплю с плечом. Плечо недорогое и будет мне счастье, сейчас она по-быстрому отскочит там на 20-30 процентов и я там заработаю свои 60 процентов за 3 месяца. Таких людей очень много. Если эти компании начнут падать дальше, собираем все вот эти вот усреднения, дополнительный займ, увеличение левериджа, а присвоите мне статус клиента с повышенным уровнем риска, а бумага дальше идет вниз. Человек говорит, мне надо побыстрее отбить свои убытки. В чем я могу это сделать? Я начинаю закрывать эту позицию, переходить во фьючерсы. В фьючерсах еще больше убыток. Человек начинает переходить в опционы. То есть он вообще начинает лезть в инструменты левериджа с пятикратным плечом, десятикратным плечом, двадцатикратным плечом. И, соответственно, все это уменьшает в конечном счете его депо. Я к тому, что вот таких людей будет очень много. И такие люди будут происходить маржин-холлы. Именно из-за того, что сейчас на рынке очень много непрофессиональных инвесторов, а профессиональные инвесторы сидят в сторонке и за всем этим наблюдают, мы, соответственно, можем увидеть, что эти люди на падение рынков начинают реагировать негативно. То есть они просто начинают уносить ноги, им становится страшно, когда активы проседают более 50-60% в цене, и это толкает рынок еще ниже. Поэтому вот к этому выходу толпы нужно быть готовым. Его нужно встречать в тех 50% консервативных инструментов, которые вам сейчас пускай не приносят вообще никакой доходности.